МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Микрорайону Южной Горки грозит экологическая катастрофа. За помощью местные жители обратились к депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову. Марта месяца от вырубки деревьев незаконной до котлована, который там есть. В Центре социального обслуживания населения Домодедовский отметили День семьи, любви и верности. Хотелось, во-первых, отметить именно наш родной праздник в противовес новым вот этим западным веяниям. Далекое путешествие – так называется художественный мастер-класс, который прошел в досуговом центре «Юность». Валентина Терешкова – это как бы такой второй этап, но и немногие о нем знают. Жители микрорайона Южной Горки бьют тревогу. По мнению активистов, застройщик очередных кварталов безо всяких разрешительных документов решил возвести очистные сооружения, которые впоследствии будут находиться в нескольких десятках метров от жилых домов, что также является нарушением всех существующих норм. Мнение людей застройщик игнорирует, и они решили обратиться за помощью к депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову. После крепкого рукопожатия сразу переходят к делу. Несколько активистов, собравшихся на встречу с депутатом Государственной Думы Вячеславом Фетисовым, представляют пять тысяч жителей микрорайона уже несколько месяцев. Они ведут фото- и видеофиксацию, как застройщик новых кварталов. Компания «Севен Санс» готовится к возведению очистных сооружений. По мнению людей, все работы проводятся незаконно. К такому мнению пришли и специалисты Госстроенадзора Подмосковья. А деревья на каком основании вы спиливаете? Оформлялись порубочные? Как копать-то? А порубочные билеты есть у вас? Порубочные билеты где у вас? Это к начальству. А где начальству?